литературный город россии такого звания удостоился видное за вклад в отечественную культуру и за сохранение духовного пространства страны большую роль в этом сыграли зубовские чтения начала которых было положено здесь в центральной библиотеке сегодняшний выпуск программы страницы 17 посвящен поэту видновского края евгению зубову евгений зубов есенин видновского края так нарекли поэта за его талант владения словом и за особую любовь к родному краю о котором он написал не одно стихотворение в центральной библиотеке где школьники уже знакомились творчеством зубова было принято решение увековечить имя поэта мы себе такую вот задачу поставили вот это творчество евгений зубов сохранить популяризировать потом пришла идея сделать конкурс но конкурс художественного слова но в принципе такие конкурсы существуют и их может быть немало и по московской области по всей россии но наш конкурс именно отличается тем что сначала читали со сцены стихи евгений зубов а потом этот конкурс расширился и стали читать стихи вообще подмосковных поэтов но не каких-то знаменитых но мы именно сделали акцент на творчестве поэтов членов литературных объединений которые еще не очень то известны широкой публике стихотворение евгения зубова отражают красоту природы видновского края а зубовские чтения позволяют каждому конкурсанту проникнуться любовью писателя к своей родине такой значительный след в истории литературы особенно видновского края потому что он писал стихи о природе не зря его называют есениным видновского края стихи у него действительно на самом деле настоящие хорошие вот есенин видновского края ну а как мы должны конечно мы должны вот почитать его память мы должны как-то творчество его так чтобы оно было знакомо нашим землякам нашим жителям и в том числе заниматься с детьми чтобы они вот знали все это вот то что дорого как бы вот это же патриотизм и есть же не полюбил литературу с раннего детства вел дневник позже стал изучать книги из домашней библиотеки в первом классе он написал свой первый стих так описывала детство евгения зубова его сестра зоя позже свои воспоминания она поведала своей дочери валентине банниковой племянница поэта детство и юные годы валентины прошли в доме зубовых она стала свидетельницей первых набросков евгения петровича его стихов и первой публикации я видела что он много читал интересовался поэзии много очень читал стихов и вот эти первые его даже наброски вот где-то блокнотики какие-то он часто стоял если это зимнее время стоял у окошка думал размышлял вот и что-то записывал вот это вот мои самые первые воспоминания а потом уже когда стали печатать его стихи в газете ленинница вот это вот тоже очень было знаменательно для нас и мы этому были очень рады и счастливы евгений зубов начал отправлять стихи в литературные журналы однако в публикации поэту вежливо отказывали стихотворение евгения петровича впервые вышли в свет со страниц газеты ленинец которая сейчас создается под названием видновские вести у меня в памяти вот это если мы шли смотреть почтовый ящик газету ленинец и там были его напечатанные стихи для нас это был праздник к чему он стремился о чем он мечтал и все-таки вот и напечатали его стихотворение валентина уверенно простотой слога и знакомыми каждому сюжетами стихи евгения зубова расположили к себе большое количество читателей и последователей каждому человеку как будто близко это вот что близкого близко природа и и красота вот все все это что нас окружает для нас для всех это очень близко и наверное может быть и и просто просто вот что и и доходчиво для всех большую роль в жизни поэта сыграла литературное объединение имени филиппа шкулева его участники были частыми гостями в доме зубовых впоследствии именно они увековечили имя есенина видновского края шкулевцы познакомились евгением зубовым на одном из литературных вечеров позже они вместе писали стихи поэт передавал свои произведения на лицензирование в 1996 году евгения петровича не стало тогда литературное объединение впервые задумалась об увековечивании памяти поэта сначала шкулевцы выпустили алексей васильевич плотников и я первый сборник зубов маленький сборник при поддержке администрации в девяносто шестом году затем в две тысячи втором году когда исполнилось 10 лет со дня рождения зубова возникла такая идея увековечить его память установив доску на доме где жил евгений зубов в 2009 году возникла идея что а вот хорошо бы чтобы сначала школьники младшие школьники в основном читали стихи зубова на конкурсе и был вот учрежден такой конкурс который назвали зубовские чтения первый такой конкурс прошел 2010 году и следовательно в этом году у нас юбилейный пятнадцатый конкурс зубовские чтения за 15-летнюю историю зубовские чтения претерпели два важных изменения теперь в них может принимать участие любой желающий а выбранные конкурсантами стихи могут принадлежать перу любого поэта однако многие по-прежнему отдают дань памяти евгению зубову я исполнял произведение евгения зубова яблоня я его выбрал потому что мне очень понравилось понравился смысл этого произведения то есть о чем он и как он написан был она жила немало лет на свете ее плодам так радовались дети голодном детстве яблок сладкий дар 7-летняя кира смиркина принимает участие в зубовских чтениях первый год для конкурса она выбрала стихотворение евгения зубова март все земля по зимнему бела и выглядит как контурная карта но дни идут в преддверии тепла светлеет даль все зрими поступь марта я решила выбрать именно это стихотворение потому что мне нравится природа марта мне ассоциируется с тем то что я могу ходить в легкой одежде гулять с друзьями и ходить в парке юрий жилов вдохновился поэзии евгения зубова прочитав стихи в газете ленинец он участвует в зубовских чтениях каждый год в 2023 году юрий жилов стал лауреатом зубовской премии я участвовал во всех мероприятиях посвященных зубов каждый год участвовал мои так сказать усилия творческие были оценены и вот прошлом году мне присудили зубовскую премию евгений зубов стал символом любви к поэзии русскому слову и родному краю которому он посвятил не один блок стихотворений его творчество живет устами нового поколения а вклад писателя в литературное наследие теперь могут познать в каждой библиотеке города а